Вы наверняка слышали, а может быть и видели, и не побоялись, что в российской пропаганде не брезгуют участвовать западные журналисты и прочие эксперты. Курс рубля к доллару достиг наивысшей отметки за 7 лет, и Россия по-прежнему очень востребована. Те самые, которых вроде как учили, что такое норм, а что такое мерзость. Сегодня ли это началось? Нет, конечно. Это повесть о том, как можно и нужно бороться с пропагандой и прочими извращениями. Даже когда кажется, что борьба проиграна, история все расставляет по своим местам. Все и всех. И плохого пропагандиста, и героя-журналиста. Субтитры создавал DimaTorzok А еще это про битву за Украину. Да-да, про то, как советский тиран, как и сейчас Совковый, унижал и уничтожал Украину. Я начну свой рассказ с одной тайны. Только вы поставьте лайк и подпишитесь на канал МЫР, если еще нет. Вы наверняка знаете журналистку, поэтессу, исполнительницу прекрасных своих баллад Нателлу Балтянскую. Так вот, она написала книгу об истории взаимоотношений властей США с правосвященным движением в СССР. Это очень честная книжка, неприятная многим по обе стороны пропаганды. И поэтому вряд ли ее когда-нибудь издадут. Ну и не издают. А я вот ее читала. История знаменитого журналиста и бессовестного мерзавца. Уолтера Дюранти как раз оттуда. Сто лет назад, вот примерно это и началось. В 20-30-е годы 20 века многие американские журналисты и интеллектуалы представляли своим читателям сильно приукрашенную картину советской жизни. Причины разные. Кто-то искренне заблуждался и верил в социализм. А кто-то из гораздо более приземленных соображений. Слава, бабки, люкс, метрополь, поди-плох. Итак, Уолтер Дюранти, обозреватель Нью-Йорк Таймс, живет в Москве с начала 20-х. Припеваючи живет, потому что удачно ходит на компромисс. В 1932 году получает Пулитцеровскую премию за серию статей о Советском Союзе. И, кстати, смотрите, далеко не все статьи комплементарные. Дюранти называет Сталина самодержцем. Сталина самодержцем изящно критикует за истребление оппозиции. Обращает внимание на некоторые минусы коллективизации. И вроде все довольны. Факты дозированы, местами попадается правда. Но была одна тема, которая стала для Дюранти роковой. Голодомор. Об этом поначалу он молчал. Лучше бы молчал и дальше. А вот здесь появляется еще одна моя знакомая. Журналистка Энн Эпплбаум. Автор книги «Красный голод. Война солена в Украине». Год издания – это буквально вчера, 2018. Один из главных героев этого исторического расследования – реальный супергерой. Британский журналист Гаррет Джонс. Он противостоял американскому пропагандисту Олтору Дюранти. И рассказал миру о сталинском геноциде. Более того, показал его. Гаррет Джонс пробрался в Украину и своими ногами прошел сквозь Голодомор. Видел умирающие украинские села и хутора. Пока Дюранти нежился в люксе митрополя. С подачи Гаррета Джонса появились первые данные о жертвах. По меньшей мере 4 миллиона украинцев. А возможно до 7 миллионов. Погибли тогда. Голод, террор, депортация – главные орудия сталинского режима. Гаррет Джонс Любое сообщение о голоде в России сегодня является преувеличением. А Нью-Йорк Таймс продолжал публиковать вот это. Дюранти вроде как был главный по Советскому Союзу. Юный англичанин ему, очевидно, мешал. И, конечно, читатели должны были верить маститому, титулованному, убедительному мерзавцу. И верили. Но правда Гаррета Джонса о Голодоморе победила. Да, спустя десятилетия. И все же. А что за эту правду получил тогда Гаррет Джонс? Советские власти обвинили его в чем? В шпионаже. А спустя два года он был убит. Основная версия – спецоперация НКВД. Гаррет Джонс погиб накануне своего 30-летия. А пропагандист Дюранти благополучно дожил до 73-х и тихо умер в своей постели. Только вот на каких сковородках он жарится там, в редакции неизвестно. В итоге руководство Нью-Йорк Таймс было вынуждено публично признать, что материалы Олтера Дюранти серьезно искажали картину происходящего. А сам Дюранти знал про Голодомор и в частных разговорах озвучивал масштабы геноцида. Но публично сначала молчал, а потом врал. Сейчас у него одна из самых отвратительных посмертных репутаций. Уж казалось бы, не будь как Дюранти, но они все равно есть. А про Гаррета Джонса есть отличное кино. Оно так и называется – Гаррет Джонс. Я взял интервью у Гитлера и планую взяти у Сталина. Украина – это золото Сталина. Они убивают нас. В Москве 15 октября 2021 года во время закрытого показа этого фильма в правозащитном центре «Мемориал» в зал ворвалась группа людей в масках и попыталась сорвать показ. Видите, их до сих пор корежат. А через пару месяцев «Мемориал» был закрыт. Украина – это золото. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...